Осознаешь ли ты, что альткоины, которые ты держишь прямо сейчас, могут полностью изменить твою жизнь в течение следующих 6-12 месяцев? Многие из вас уже держат правильные альткоины, которые реально могут это сделать. Однако, большинство людей в криптовалюте совершают хотя бы одну из 7 ключевых ошибок. И если ты совершишь хотя бы одну из них, это уже может стоить тебе огромной суммы денег. В этом видео я расскажу, какие это 7 ошибок и как их избежать, чтобы ты действительно смог получить значительные доходы в следующие 6-12 месяцев. Поэтому давай начнем сразу же после того, как ты передашь за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Итак, очень важно знать об этих правилах, потому что они являются ключом к большим деньгам в криптовалюте. И когда я говорю про большие деньги, я не говорю о доходах в 20%. Я говорю как минимум о 5 иксах. Но есть проблема. Многие люди не зашли в криптовалюту в начале прошлого бычьего рынка. Вместо этого они зашли либо на пике прошлого рынка вот здесь, либо совсем недавно уже в этом цикле. Не волнуйся, если ты зашел в крипту недавно, это означает, что тебе не придется учиться на этих ошибках самому. Я уже сделал это за тебя и сам заплатил сполна за эти ошибки. Первая ошибка. Слишком ранняя фиксация прибыли. Такое у меня было, например, с сэндбоксом. Я просто-напросто не дождался большого взрыва. Действительно большого взрыва. Это крайне важный момент, особенно в реалиях текущего рынка. Я не говорю, что не нужно фиксировать прибыли. Я говорю, что мы пришли в крипту не ради 20% дохода. Мы хотим 5 иксов. Хотим 10 иксов. И чтобы достичь этого, нельзя уходить слишком рано, иначе мы оставим кучу денег на столе. Но почему же люди боятся держать свои активы и фиксируют прибыль слишком рано? Потому что они не знают, когда монета перестанет расти. Именно поэтому многие фиксируют прибыль слишком рано, особенно новички. Потому что новички в крипте не понимают, что именно движет рынком. Например, денежная масса М2 толкает цену биткоина вверх. Чем больше денег в обращении, тем выше поднимается биткоин. Затем деньги перетекают в альткоины. Эта денежная масса, как я буду объяснять в будущих видео, достигнет пика примерно в 2026 году. Об этом, кстати, говорит и этот график ликвидности. И даже этот цикл, который мы уже несколько раз затрагивали. Биткоин обычно достигает своего пика до того, как свой пик находит денежная масса. Если денежная масса найдет свой пик в 2026, это значит, что пик биткоина, возможно, придется на середину следующего года. Но большинство из людей даже не держат биткоин. Они держат альткоины и пытаются фиксировать прибыль в 10-30%. Причем еще чаще они дождутся отката и тогда, разочаровавшись, продадут. И да, на краткосроке откатов будет еще предостаточно. Представь, что кто-то продал галлу прямо вот здесь, получив рост на 30%, однако затем увидел этот взлет. Или представь кого-то, кто продал салану вот здесь слишком рано и упустил весь дальнейший рост. Как ты думаешь, что они чувствуют сейчас? И вот в чем секрет. Чтобы контролировать свой уровень страха, когда ты держишь альткоины, следи за доминированием биткоина. Когда оно падает до определенного уровня, это сигнал, что рынок альткоинов близок к своему пику. Но сейчас мы даже не близки к этому от слова совсем. Обрати внимание, когда доминирование биткоина было минимальным вот здесь, около 40%, что было с галлой? Что было с саланой? И вообще со всеми этими альткоинами. Гала достигла пика, салана достигла пика, все альткоины достигли пика. В это же время доминирование биткоина упало почти на 50% и достигло 40%. Сейчас доминирование биткоина больше 60%. Его разворот будет началом альткоин сезона. Когда доминирование биткоина достигнет 40% и ниже, это будет сигналом, что альткоин сезон вот-вот закончится. Продавать альткоины тогда, когда доминирование биткоина так зашкаливает, это глупости. Их нужно продавать, когда доминирование биткоина будет трогать низы где-то в этом диапазоне. Только тогда альткоины начнут достигать своих пиков. Так зачем же их продавать сейчас? В будущих видео я расскажу, когда конкретно начинать фиксировать прибыли по альткоинам и как определить правильный момент для этого. Поэтому подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Но до тех пор, пока доминирование биткоина находится на пиках, фиксируй прибыли только в исключительных случаях. Например, если ты купил мемкоин, пинат, когда его капитализация составляла 100 тысяч долларов, а затем она взлетела до 2 миллиардов. Конечно, в таких ситуациях фиксировать прибыли необходимо. Я бы даже фиксировал не в USDT, а в Solano. Теперь я использую мемкоины для того, чтобы накапливать Solano. Но это не финансовый совет, а лишь моя долгосрочная стратегия. Для новичков, конечно же, лучше выходить в цифровой доллар USDT или USDC. Конечно, если ты умудрился поймать 50-100 иксов на мемкоине, я призываю тебя зафиксировать прибыль немедленно. И теперь мы переходим ко второй ошибке. Это чрезмерный трейдинг или так называемый овертрейдинг. Я уже говорил, что многие из тех, кто смотрит это видео сейчас, уже держат правильные альткоины, которые могут принести им очень хорошие доходы. Достаточно лишь контролировать свой страх и тренировать терпение. Я вижу это в комментариях не только на ютубе, но и в телеграме. Ссылка в описании. Большинство из них держат 75-90% своих портфелей в действительно стоящих монетах, которые способны вырасти в 10 и даже в 20 раз. Например, OnDoFinance, RenderToken, Near, Cent, Mana и так далее. Но, к сожалению, каждый день люди заходят на CryptoBubbles или на CoinMarketCap и видят там взлетевшую криптовалюту. И вместо того, чтобы держать свои монеты, они продают все, чтобы купить эту уже взлетевшую криптовалюту. Люди думают, что у нее есть шанс вырасти еще больше, чем она уже выросла. Они думают, нужно спешить, пока еще поезд не уехал. Вот, например, какой-то акт вырос на 3000%, а мои монеты не растут. Нужно продать все и купить этот акт немедленно, пока он не вырос еще больше. Но это большая ошибка. Эта монета не сможет в ближайшее время расти так же сильно, как уже выросла. Почему? Потому что те, кто купил эту монету на самом дне, вложив, скажем, 1000 долларов, уже сделали из них 10 миллионов долларов. Если бы ты был на их месте, ты бы зафиксировал такие прибыли? Я бы зафиксировал. Покупая такие монеты, ты становишься выходной ликвидностью для ранних инвесторов. То есть, ты длительное время держал свои альткоины, почти дождался их взрыва, а затем просто превратил их в выходную ликвидность для кого-то, кто только что заработал 10 миллионов долларов. И когда такие ранние инвесторы начинают фиксировать свои прибыли, новых покупателей просто не хватает, чтобы поддержать рынок. Новички, к сожалению, не такие опытные, как те, кто покупал на дне. А те, кто купил на дне, начинают выводить свои деньги, продавая тебе. Таким образом, на пике пирамида становится слишком слабой, и все рушится. Что происходит дальше? Монета стремительно падает вниз, теряя минимум 30% за пару дней. Да, возможно, она найдет поддержку и немного восстановится. Но большинство тех, кто в последний момент купил эту монету, ничего о ней не зная, начнут продавать на этом падении. В итоге ты окажешься на 30% беднее, чем пару дней назад, если бы просто держал свои монеты. Именно поэтому чрезмерный трейдинг – это проблема. Вместо того, чтобы просто держать монеты, верить в их потенциал и, возможно, держать немного USDT для покупки новых проектов или просадок, ты бегаешь за монетами, которые уже взорвались, каждый раз теряя деньги до тех пор, пока не сольешь весь свой депозит. Просто сохраняй спокойствие и делай свой анализ. Если ты так поступишь, все будет в порядке. Если твои монеты не растут в цене прямо сейчас, не паникуй. Не беги за теми, которые уже дали 1000% роста. Например, ОМ-мантра. Многие даже не обращали на нее внимания, а затем она вырвалась выше своего нисходящего трендлайна. И все начали задаваться вопросом, а может сейчас лучшее время выйти из мантры? Почему мы должны выходить из него? Это один из ключевых проектов в трендовом крипто-нарративе, и он дал всего лишь 15 или 20% роста. Спустя пару дней после этого он вырос на 100%. Это уже хорошие 2 икса. Если бы мы вышли после этого прорыва, мы бы потеряли эти деньги. Бычьи рынки это иррациональное явление, они ведут себя непредсказуемо. Поэтому не бросай хорошие проекты, чтобы прыгать в новые, только потому что их графики выглядят параболическими. Держись за свои монеты, если ты уверен в своем анализе. Они обязательно дадут минимум 5 иксов, когда доминирование биткоина начнет падать. Третья ошибка это ФОМа или синдром упущенной выгоды. Например, ОМ, о котором мы только что говорили, платформа для работы с реальными активами. Я не советую тебе покупать его сейчас. Его рост выглядит впечатляюще, и возможно он продолжится после небольшого отката, кто знает. Но это не значит, что нужно прямо сейчас продавать свои монеты и покупать эту монету. Из-за чувства упущенной выгоды. Это большая ошибка. ФОМа заставляет людей совершать такие ошибки. Они спешат, паникуют и делают ошибки. Отправляют деньги на неправильные кошельки через неправильные сети и блокчейны. И теряют их. Все это из-за страха упустить момент. Они пытаются спешить. Но всегда будет новая монета или новая сделка. Если ты упустил эту возможность, просто найди другой похожий проект. Например, OnDo, еще одна хорошая монета. Но это не финансовый совет. OnDo это платформа уровня 1 для работы с реальными активами. Партнер BlackRock. Монета сейчас еще не показала такой же рост, как ОМ, но показывает похожий сетап. Твоя задача находить монеты, которые уже взорвались, а затем искать те монеты, которые еще не взорвались, но показывают точно такой же сетап. Четвертая ошибка. Это панические продажи на падениях. Несколько дней назад биткоин упал на 7% с недавнего максимума. А некоторые альткоины из-за этого потеряли 20-50%. Это неприятно. Но мы еще на бычьем рынке. Параболическая фаза для альткоинов еще впереди. Если ты просыпаешься и видишь, что твои монеты упали на 50%, самое худшее, что ты можешь сделать, это продать их в панике. Например, DOG, мемкоин. Не путай с догикоином. 11 ноября он был на вершине. Но всего за несколько дней он потерял 31% стоимости. А затем всего через несколько дней монета выросла на 63%. Если ты продаешь в панике на таких падениях, то скорее всего только для того, чтобы затем перезакупить эту же монету, когда она начнет расти. Именно так ты покупаешь на верхах, а продаешь на низах. Таким образом ты теряешь свои деньги снова и снова. Лучше просто оставаться в своих монетах и не переживать. Все эти ошибки взаимосвязаны. Чрезмерный трейдинг, фома, панические продажи или покупки. Они происходят потому, что ты слишком эмоционален. Главное правило – не будь эмоциональным. Если ты чувствуешь, что эмоции берут вверх, выйди на улицу, прогуляйся, подыши свежим воздухом. Не торгуй криптовалютами в таком состоянии. Теперь перейдем к пятой ошибке, которая, на мой взгляд, очень важна. Это беспечность, небрежность и самоуверенность. Быть беспечным и излишне самоуверенным в условиях бычьего рынка – это непростительно. Что это значит? Например, ты неправильно записал сит-фразу от кошелька и не сохранил ее в надежном месте. Что еще хуже, ты вообще ее не записал. Или ты не добавил двухфакторную аутентификацию на своей бирже и не настроил защиту через телефон. Только недавно я слышал о человеке, который потерял деньги, потому что его почту взломали, а двухфакторки у него не было. Поэтому будь осторожен. Если ты уже вложил столько усилий в изучение криптовалют и преодолел все эмоциональные испытания, постарайся не потерять свои деньги из-за какой-то глупой ошибки, беспечности, спешки или лени. Относись к этим деньгам так, как будто бы это настоящие наличные деньги, которые лежат у тебя на столе. Ты же не оставил бы 10 тысяч долларов где-нибудь в парке на лавке без присмотра. Так что не будь беспечен. Шестая ошибка. Это то, что люди не делают свое собственное исследование. Я не знаю, сколько раз нужно им повторять, что они должны сами проводить это исследование. Не нужно уповать на то, что это сделаю я или кто-нибудь другой. Я могу ошибиться. Вот проблема. Если ты не провел собственный анализ, то ты не сможешь удерживать монету в момент падения. Это очень важно. Ты будешь бояться. Страх будет управлять тобой. Если ты не сделал свое исследование. Знаешь, почему у XRP такая преданная армия? Потому что они докопались до истинного значения XRP. И настолько уверовали в эту монету, что они готовы ее держать хоть 3 года, хоть 10 лет. И недавно их терпение вознаградилось. И в будущем, я думаю, монета покажет себя еще лучше. Для тех, кто не боится и кто готов ждать. Или вот второй пример. Если бы ты держал Bimix, монету, которую я недавно купил, и она начала бы падать без своего расследования, а ты бы не знал, что у нее есть потенциал. Особенно в рамках бычьего рынка. И ты бы продал ее на падение. Только для того, чтобы позже купить ее на росте. И повторить ту ошибку, о которой мы уже говорили ранее. Точно так же, как и Sandbox, Gala и другие монеты. Все они из той же оперы, что и Bimix. Прямо сейчас. Если же ты держишь монету, но не понимаешь, что она делает и почему ты ее держишь, то ты точно в панике продашь ее на любом значимом падении. Если ты не видишь причин для владения этой монетой, возможно, ее действительно стоит продать. А проводя анализ, ты сможешь зарабатывать больше, потому что будешь выбирать лучшие проекты. Исследование это не просто посмотреть видео на ютубе. Да, это может помочь, но тебе нужно углубляться. Исследование проекта дисциплинирует, помогает держать монеты и выбирать проекты лучше, чем те, что покупает толпа. Толпа обычно покупает уже сильно выросшие параболические графики, становясь лишь выходной ликвидностью. Если ты ленив, понимаю, я сам бывает ленюсь. Но вот как можно взглянуть на это под другим углом. Допустим, ты работаешь на работе, на которой зарабатываешь около 3000 долларов, работая 160 часов в месяц. То есть ты работаешь около 316 минут в день и получаешь за это 3000 долларов. Теперь ты хочешь заработать 100 тысяч долларов на булране, но уделяешь всего полчаса на анализ. 30 минут. Что в 10 раз меньше, чем на твоей обычной работе. Это явно не сработает. Здесь нужно больше времени и больше усилий. Поэтому подумай, как вложить свои усилия и время так, чтобы результаты были лучше, чем на твоей работе. Это поможет принимать более взвешенные решения. И естественно, это избавит тебя от страха или жадности, когда ты держишь альткоины. И наконец, седьмая ошибка, седьмой пункт. Это мошенничество, мошенники. Количество скама и обмана в криптоиндустрии просто поражает. Мы оба с тобой знаем, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это скорее всего обман. Если кто-то пишет тебе, эй, дружище, я нашел отличную возможность, где ты можешь удвоить свои деньги за день. Просто беги. Или если кто-то пишет, отправь мне 2 биткоина, а тебе 4 в ответ. Но это явно обман. Как ни странно, многие рассказывают мне, что с ними случались такие истории. Еще одна популярная схема мошенников в этом и других бычьих рынках, это использование комментариев на ютубе. С этим вообще невозможно бороться, баны, блокировки, фильтрация по ключевым словам, ничего не помогает. Ты удаляешь один такой комментарий и тут же вместо него появляется 4 таких же. Поэтому не переходи по ссылкам из комментариев. Не доверяй тем, кто в комментариях притворяется популярным инфлюенсером или блогером. Это гарантированный развод. Еще кое-что, хотя тебе может казаться, что я просто сел и записал видос за полчаса, это иллюзия. На самом деле это отнимает гораздо больше времени. Например, прошлый обзор отнял у меня 15 часов работы. Кроме этого, у меня много другой работы. Это значит, что у меня просто нет физического времени, чтобы каждому писать в личку, интересоваться, как у него дела в трейдинге и предлагать какие-то услуги или вымогать деньги. Я не буду писать тебе в личку. Так что просто игнорируй таких людей и не отправляй никому деньги. Да, это звучит смешно, но я знаю людей, которые отправили непонятно кому тысячи долларов, только потому, что эти люди представились мной. Если ты будешь придерживаться этих семи правил во время этого бычьего рынка, ты заработаешь 5-10 иксов на своих альткоинах. Не буду обещать сотни или тысячи иксов, потому что это немного нереалистично, хотя и такое может быть. Но приземленная цифра в 5 иксов – это вполне доступная цель. На этом был ранее для твоих солидных альткоинов. Итак, если ты досмотрел это видео до конца и оно тебе понравилось, но даже если не понравилось, но ты оценил мои усилия, которые я приложил, чтобы создать его для тебя, поддержи его лайком, подпишись на канал. Это займет буквально 2 секунды. Надеюсь, ты уже сделал это. Меня зовут Богатейший Ди, и мы увидимся с тобой в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok